Я был учитель! Я хотел тебе помочь! Ты не можешь убить меня! Так вот эта история не о них. Это история об одном человеке, который хотел учить детей. Но не тех детей, которые ходят в школу и прилежно отвечают на уроках, предварительно подняв руку. И не тех детей, которые думают, что они реальные гангста после того, как отожмут мелочь у младшеклассников, а на вырученные деньги выпьют ослиной мочи из пятерочки. Этот учитель хотел учить детей, для которых убить человека проще, чем вам заварить чай, и их вовсе не интересуют инстаграмы, фейсбук и прочая ерунда. Это настоящие преступники. Они могут зарезать вашу собаку, пока вас нет дома, а изнасиловать и избить понравившуюся одноклассницу, которая решит сказать «нет» для них обычное дело. Эти детишки реально способны нагнать страху. И если они говорят, что тебе не жить, это не значит, что ты будешь получать подзатыльники на уроке или пинок под зад на физкультуре. Это значит, что с большей вероятностью твои ноги могут остыть в самом ближайшем времени. И что немаловажно, таких детишек не один или два. Это не какие-то отдельные представители, выбившиеся из общей массы. Нет. Это подавляющее большинство школьников. Приходя в такую школу, если ты с кем-то не в ладах, лучше лишний раз оглядеться, чтобы не оказаться с пером под ребром. И уж, конечно, этих детей меньше всего интересует материал из учебников, который им рассказывают преподаватели. Но главное в этом фильме даже не учитель, который действительно хочет что-то поменять. И не то, что это художественное кино, а значит историю, пусть и опирающиеся на реальность происходящего, выдумали для зрителя. Главное в этом фильме – это одна короткая фраза, которую обошло вниманием большинство критиков и людей, оставивших свою рецензию на эту картину. Именно к этой фразе я постараюсь привести вас в этом обзоре. И именно до неё как бы добирается герой Джексона на протяжении сюжета. Она обличает не только события, происходящие в фильме, его атмосферу и учащихся, но и всю проблему подросткового бандитизма, всей этой так называемой культуры в целом, которая не только распространилась в Штатах, но также имеет место быть в современной России, да и, пожалуй, во всём мире. И для начала я хочу сделать небольшое отступление и немного обозначить само представление типичного подростка о преступном мире. Потому что говоря о нём, а более правильнее сказать о том его образе, который культивируется большинством фильмов и сериалов для молодёжи, в воображении могут возникнуть иллюзии о каких-то огромных и масштабных по своему кругу, и количество людей-группировок, которыми целыми днями ничего не делают и на протяжении всей жизни только живут в своё удовольствие, получая пачки денег, девочек и всё остальное. Однако вы должны понимать, что в действительности таких людей не так уж много, у них есть свои дети и родственники, которым они это всё постараются передать. Место под солнышком всегда очень ограничено, типаж таких людей, транслируемых через СМИ, это лишь создание и поддержание образа. А теперь в качестве антиподов вспомните количество заключённых в тюрьмах, вспомните количество убитых людей, принадлежащих к данным субкультурам, вспомните о передозах, бытовухах, подставах и т.д. Вспомните, что миллионы малолетних людей, подражающим так называемым гангста, заканчивают свою жизнь, занимая должности продавцов и охранников в лучшем случае, до последнего не слезая с шеи родственников, а рано становясь родителями, часто бросают своих детей, обрекая их не на самую сладкую долю, да и сами прозябают в вечном недостатке, нищете и пьянстве. Что ж, продолжим. Что такое образовательное учреждение? Как и в любой вещи любого объекта в этом мире у него есть две стороны. В данном случае есть сторона официальная и неофициальная. А основной подвох заключается в том, что официальная сторона является как бы изначально главенствующей. Именно потому, что она представляет собой воплощение изначальной идеи и как бы полностью отождествляется с ней, точнее пытается отождествиться. И в чём же заключается основная идея образования? В том, что образовательное учреждение должно собирать менее умных людей для того, чтобы более умный человек, поделившись с ними своими знаниями, сделал их более умными. А вот, собственно, и всё. Другая же сторона, которую освещает сюжет фильма, заключается в том, что в нынешних реалиях официальная сторона в некоторых заведениях практически отсутствует. Собирается большое количество малообразованных людей в одном месте, которым неинтересно образование, причём по многим вполне конкретным и логическим причинам, начиная с социальных и финансовых и заканчивая ими же, но уже со стороны дальнейших перспектив. Об этом чуть позже. Но также проблема ещё и в том, что нет тех учителей, которые бы хотели учить детей. Их процент приближается к нулю. Тех, кто хочет это делать по-настоящему. В одной из сцен герой Джексона показывает практические применения некоторых вещей. Подлинное знание, в чём бы оно ни выражалось, должно давать тебе реальный профит, реально улучшать твою жизнь. Без этой пользы любое знание бессмысленно. И вот тут как раз вступают в ход те самые дальнейшие перспективы, о которых я упомянул. А точнее, об их отсутствии в массовом характере. Под этими словами я имею в виду то, что молодое поколение, глядя на более старшее, имеющее образование, но тем не менее прозябающее в нищете, не видит реального профита в образовании как таковом. Оно видит в нём только минусы. Трата сил и времени без дальнейшей финансовой отдачи в подавляющем большинстве случаев. Хотя этот момент наиболее остро прослеживается именно в наших реалиях, чем по сюжету фильма, в котором взрослое окружение учащихся, показанных в картине, по всей видимости, вовсе не имеет образования. А на тот момент окончание колледжа сулило тебе какой-никакой кусок хлеба. Но тем не менее, на этом моменте нельзя было не остановиться. И вот с этого места как раз и хочется задать вопрос. Почему же так происходит? Является ли это естественным стечением обстоятельств или неким регулируемым процессом? Разбирая этот фильм, я продемонстрирую вам то, что я увидел в нём, а именно две противоположные силы. Ведь образованность и необразованность отдельного человека, малой или большой группы людей и даже целой нации, это всегда чья-то заинтересованность. Что ж, давайте рассмотрим столкновение этих двух сил на примере фильма 187. С одной стороны, по сюжету мы видим настоящего учителя, который хочет учить. Он понимает силу знаний и хочет передать её. С другой стороны, мы сталкиваемся с противоположной силой, учениками, которые не хотят учиться. Точнее, они просто не знают о том, что хотят. Но почему? И как мы это можем проследить? Как понять, где начинается твоё желание и где находится чужое, паразитическое желание, выдающее себя за твоё собственное? Если в той силе, которая желает научить, мы видим конкретного персонажа, то есть учителя, то его антипода силой является невидимой. То есть она выражается через чьё-то желание. Это группа лиц, отдельная взятая личность и так далее, неважно. Через структуру образовательных учреждений эта сила действует таким образом, чтобы масса людей оставалась необразованной. Но для этого этой массе нужно что-то предложить, так как естественное существование любого вида стремится к достижению своего пика развития, собственного интеллектуального потолка, так скажем. И что даёт эта сила взамен? Она может дать только антипод знаний. И какой есть антипод образования и в чём является эта противоположность? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что такое образование и разобраться в его специфике. Итак, какова же классификация получения знаний и какие у неё ключевые особенности? Их всего три, и приводя их я буду сразу же, чтобы было понятно, приводить их антипод. Итак, первое. Образование требует времени. Антипод не требует времени. Номер два. Образование требует усилий. Антипод не требует усилий. Тебе не нужно напрягаться для того, чтобы набухаться, подражать блатной романтике, чтобы носить пушку и так далее. И третье. Как в любом деле, абсолютно любом, к примеру, возьмите спорт, ты начинаешь получать удовольствие не сразу. Более того, вначале получаешь неудовольствие, то есть страдание. Тебе это может максимально не нравиться, но это при доведении до минимального порога обучения, образование начинает приносить первые плоды и накопленные знания начинают приносить первое удовольствие. И наоборот, антипод нравится тебе сразу. К примеру, алкоголь, наркотики и так далее, но в итоге наступает какое-то время, когда тебе это начинает не нравиться. Когда это начинает качать из тебя ресурсы сверх порога удовольствия. В чем ключевое отличие? Образование это как вклад. Когда ты вкладываешь ресурс, потом получаешь проценты. Антипод это кредит. Ты вначале получаешь, потом отдаешь, но смысл в том, что отдаешь ты всегда больше. Более того, антипод образования при правильной подаче, транслируясь, к примеру, через СМИ, продвигаясь иными современными способами и набирая популярность, то есть становясь модой, дает тебе иллюзию чувства важности и вовлеченности во что-то большее, а значит сильное. Когда ты начинаешь заниматься саморазвитием, получается наоборот. Ты понимаешь собственную неважность, что в рамках того или иного учения ты еще слаб. Возьмите тот же спорт, как более яркий пример. И вот у нас, так сказать, имеется темное царство, состоящее из молодых людей. Причем, заметьте, я хочу обратить на это особенное ваше внимание. Это не просто молодежь. Это люди, которые уже реально готовы на убийство, а часть из них уже это делали. Обратите на это внимание. Поставьте себя на место учителя. Ты входишь в среду, уже изначально являясь врагом. Среду, в которой тебя могут лишить жизни на раз-два. Потому что для такого типа молодежи, для школьников, в которой процветает подобный тип жизни и соответствующих авторитетов, учитель – это всегда враг. Так как он забирает у них время, а значит развлечение, удовольствие и так далее. Людям, которые живут в кредит, не подходит человек, который предлагает им вклад. Более того, он не просто занимает время, но на те 40 минут, что длится урок, он является надсмотрщиком. И они являются как бы заключенными в тюрьме. Что же может побудить человека добровольно войти в такую камеру? Это важный вопрос. Что может побудить человека войти туда? Только настоящее желание. Но что более важно – это, и только это в любом деле, не только в деле учителя, может заставить тебя пойти в пасть ко льву во второй раз, после того, как она однажды захлопнулась, и ты лишь чудом остался жив. Я был учителем, я хотел вам помочь. В данном случае, желание показать им, что их обманули, что это неправда, это все иллюзия. Это сделано лишь с той целью, чтобы они оставались на том положении, на котором они находятся, чтобы они принимали те правила и те авторитеты, которые им навязали, создав эту культуру, чтобы они никогда не прыгнули выше этой головы, чтобы даже не задумались, что есть что-то большее, и они могут до этого больше дойти. Ощутите этот момент, то, что я говорил про мотивацию, переложите это на то, какая она должна быть, когда ты со своими благими намерениями получаешь нож в спину. И после того, как тебя практически убили, ты не воспылал ярым светом доблести, подобно американским фильмам про супергероев и прочего дерьма, а когда ты продолжаешь делать то, что ты должен, при этом испытывая страх. Вот что самое главное – страх – это один из мощнейших основных инстинктов. Когда ты, превозмогая этот страх, исследуя своим убеждениям и цели, идёшь к таким детям ещё раз. И в данном случае не получится действовать мягко и благородно, в этом заключается ещё одна ключевая особенность реальности фильма, так сказать. Ты не будешь вечно блистающим белым героем в искрящихся латах, которые будут переливаться на солнце отблесками улыбок молодых женщин, отправляющих тебе воздушные поцелуи в момент, когда ты проходишь мимо ликующей толпы, выкрикивающей твоё имя. Нет, в реальной жизни тебе с большей вероятностью придётся запачкаться, и что ещё важнее – мало того, что тебе придётся запачкаться, тебе, как говорил Гётто, сражаясь с чудовищами, следует опасаться того, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Иными словами, это очень тонкие грани, и только опытный и грамотный и умный человек может видеть и ощущать их, потому что чуть левее или чуть правее, и ты проиграл. И вот этот учитель сталкивается с конфликтом, и как многие конфликты подобного рода, этот имеет, так скажем, нарастающий характер, и некие, назовём их так, контрольные точки, которые так или иначе решаются этим учителем. Я же хочу основное внимание уделить именно кульминационной точке конфликта. В нашем мире этой точкой можно назвать событие, когда идёт ставка на жизнь. Убийство является максимальным действием, чтобы обозначить себя как человека, с которым не нужно связываться, как человека, который может забрать у тебя самое дорогое. В этом заключается основная позиция такого рода групп. Страх. Ты нагоняешь страх, чтобы самому его не чувствовать, чтобы чувствовать себя максимально безопасно. Ты избавляешься от страха, отгораживаешься от него, передавая его другим, чтобы у тебя самого его не было, являясь при этом как бы его носителем, не подвергаясь заражению, всё как в обычной болезни. Вспомните фразу. В страхе есть мучение. И так доминирующую позицию в подобной ячейке социума получает тот, кто от него избавлен. Для того, чтобы от него избавиться, ты должен делать поступки, максимально вселяющие страх в других. Так как в данных культурах страх – это ключевая особенность, то начиная от запугивания и заканчивая убийством, каждый её член поднимает свой авторитет. И ты обязан всё это делать, иначе потеряешь позиции в иерархии. И именно потеря своего положения вселяет в тебя страх. То есть, так или иначе, на этом страхе завязаны все, и даже тот, кто занимает максимально доминирующую позицию, так как на его место всегда есть другие претенденты. В чём ещё суть? Данная субкультура существует за счёт других, в этом её смысл. Личность не может существовать в ней в одиночку, так как любое паразитирование, как вы понимаете, подразумевает объект, над которым это паразитирование свершается. И уже это одно говорит о том, что сама изначальная идея любых подобных групп в своей сути достаточно ущербна и неполноценна. Что ж, перейдём к кульминации. Они встретились, как это бывает в откровенном разговоре, когда в ход идёт оружие, а не играет в рулетку. И вот подведём к тому, что говорит учитель. Он, приставляя пистолет себе к колбу, произносит следующее. Давай, Сезар, раз ты такой дурак, будь дураком до конца. Приставь пистолет к виску и стреляй. И напарник одного из школьника говорит, да он же псих, прикончи его. И учитель говорит, да я псих. Но ведь вам же это и нравится, вы ведь любите психов. Да он спятил. Разве это не то, что вы уважаете? Психов! В этом моменте остановимся на этой второй по значимости фразе в фильме, которую я хотел упомянуть. Заметьте, психи – это как раз очень продвигаемая в социальном плане модель поведения. Как доминирующий герой данного культа, они такие клёвые, все эти Джокеры и прочие плохиши. Раньше все хотели быть похожими на положительных героев, однако времена несколько изменились. Но почему? Потому что именно психи занимают максимально лидирующее положение в подобных иерархиях. Потому что психу нечего терять. Чем более ты псих, тем более тебя боятся, так как у реального психа отсутствует страх. Остальные его боятся именно по этой причине и внедряя этот образ в социальную среду, он выбрал не просто так. Так как псих, реальный псих, это помимо прочего человек со сломанным чувством страха. И как раз это и подтверждает учитель. Он говорит, я не боюсь вас, да, я псих. Он псих со своей темой в данном конкретном случае, в данное конкретное время. Он крутит барабан и говорит своему оппоненту, давай, давай сделай, если ты не трус, или ты трус, щелк, и он делает это еще раз. Понимаете, в чем фокус? Что делает учитель? Он устанавливает свой авторитет для того, чтобы достучаться до ученика. Даже таким способом. Ну! И его оппонент понимает, что ему некуда деваться в этой ситуации, он уже не может убить его просто так, потому что будет знать, что учитель говорит правду, и он просто трус. И вот ученик тоже нажимает на спусковой крючок. Далее происходит полемика, учитель разъясняет свою позицию, и вот, наконец, выстреливает ключевая фраза фильма. Ключевая фраза, которую можно отнести ко всем без исключения людям, которые так или иначе состоят или относят себя к этой субкультуре. Вся эта культура, которая слушает рэпчик про крутых пацанов от некрутых пацанов, которые просто рубят бабки на дурочках, создавая для них модную продвигаемую тему, типа крутых бандитов, блатных романтиков и всю эту дешевку. Весь этот карточный домик сыпет одна фраза, о которой говорит этот малолетний бандит. И вот он произносит, точнее даже кричит, следующие слова. Ваша крутизна ничего не стоит. Вы ничего не стоите. Ничего. Это все, что у меня есть. Он подразумевает именно свой образ жизни, всю эту окружающую его культуру в целом. Это фраза откровения. Это откровение, которое всегда сидит глубоко в каждом, кто находится в этой среде и принял ее правило как основную путеводную звезду. Но это мысль. Она сидит максимально глубоко, ты никогда не обращаешь на это внимание и не думаешь, но ты знаешь, что она есть. Это как маленькая черная точечка на белом листе бумаги. И вот он говорит, у меня больше нет ничего. За всей этой ширмы, как я сказал ранее, если ты остаешься с этим один на один, за всем этим стоит пустота. Это ничего не стоит, это никак тебя не заполняет. Все лишь прикрытие для того, чтобы максимально загнать эту мысль поглубже, чтобы никогда не слышать правду. Что вся эта так называемая крутизна, это все неправда. Это просто дешевка, пустышка. Это иллюзия для слабаков, которые не могут заставить себя стать кем-то действительно настоящим. Потому что заставить стать себя кем-то больше, осознать этот мир по-другому, стать умнее и действительно сильнее, в этом заключается реальная сложность. Силы заключаются только в одном, чтобы побороть себя. Человек может бороться только с собой. Человек, победивший себя больше, чем тот, кто в тысячи битвах победил тысячи врагов. А избить слабака, ограбить или изнасиловать кого-то, показывая другим в попытке доказать самому себе, какой ты крутой, это лишь звериные инстинкты, натянутые на человеческую ложь самому себе об осознании собственной никчемности, слабоволия и пустоты. Я не буду говорить, как закончился фильм. Тот, кто его смотрел, и так это знает. А кто не смотрел, потому что я знаю, что не все из вас, кого я предупреждал о спойлерах и о том, что хорошо бы посмотреть фильм перед этим разбором, это сделали. Поэтому оставлю некоторую интригу. Хочу, чтобы все же посмотрели его и сделали свои выводы. И я бы очень хотел, раз уж мы тут в некотором роде пытаемся несколько самообразоваться, чтобы вы написали в комментариях свои мысли относительно концовки фильма, потому что она достаточно неоднозначна. Возможно, этот обзор и фильм посмотрят школьники или подростки, и кто-то из них переосмыслит свое видение этого мира. Свое видение того, кто и как на тебя воздействует. Возможно, кто-то встретит и распознает настоящего учителя, если ему повезет, а не преподавателя, который просто перечитывает очередной образец учебника. Ведь чем отличается учитель от преподавателя? Ты, наверное, считаешь, что мы похожи. Диплом заслуженного учителя. Ты ошибаешься. Учитель учит, а преподаватель преподает. Он не дает своего, он просто посредник. Его, по сути, просто нет. Его можно заменить обычной машиной. Но учитель, настоящий учитель, это тот, кто дает ученику частичку себя, частичку своего взгляда, своей уникальности, тот, кто выходит за рамки образовательного процесса. Тот, кто горит тем, чтобы передать истинность настоящих знаний, чтобы сделать кого-то по-настоящему сильнее. Но что более важно, что максимально важнее этого, настоящий учитель стремится сделать того, кого он учит максимально воспитаннее, моральнее и добрее. Потому что знания без воспитания – ничто. Именно знания в своей кульминации без должного воспитания превращаются в паразитов. Цена того, кто передает знания, не передавая основы воспитания, равна нулю. Потому что существует очень большая вероятность того, что поддавшись соблазнам этого мира, человек, имеющий знания, применит их кому-либо во вред или будет просто продавать свои знания в угоду финансовым или другим интересам. Желаю, чтобы всем вам встретился однажды настоящий учитель или вы сами стали для кого-либо таковым. Но как бы то ни было, каждый человек – прежде всего учитель для самого себя. И это самое сложное. Век живи, век учись. Это был обзор на фильм 187. Точнее, я бы сказал так. У меня на канале не просто обзоры. Через фильмы я пытаюсь раскрыть определенные социально-философские и психологические темы. Я беру картину, в которой уже обозначен определенный вопрос и стараюсь максимально в меру своих сил раскрыть его через призму сюжета. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал WatchGots. Впереди еще много интересного. Надеюсь, до новых встреч. Всем удачи.